доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем играть в космических инженеров собрали мы с вами вот такой вот корабль рудокоп но планирую я назвать его все-таки грызун потому как он будет врезаться в породы выгрызать оттуда ресурсы в общем как-то так настало время его испытать пока я в тех сериях летал я вот нашел несколько открытых месторождений так здесь вот у нас уран в горе а вот в два раза дальше уран открытый предлагаю туда слетать испытать так сказать наше произведение искусства если его можно так назвать так но для этого я бы хотел немножко выложить лишнее со своего ранца рюкзака вот зачем нам допустим там стальные пластины нужны будут так но патроны нужны согласен так вот это выкладываем так вот это все выкладываем водород заряжаем так я так думаю что это будет лишним грузом так а вот это вот вот это нам пригодится так ну все первое испытание так сказать не то чтобы на полет но на производительность так заводим заводим движки так отцепляем шасси так и пробуем пробуем так пока все нормально топливо у нас хватает так что так что летим так где у нас открытое месторождение урана то ага вон она вот туда нам путь и держать туда нам путь и держать вперед я надеюсь сейчас вот весит он 28 с половиной тонн наш корабль надеюсь когда он будет загружен он у нас не свалится так давайте от первого лица посмотрим как это все выглядит но звук меняется что не может не радовать конечно же так игрушка не надо тормозить лагать так следим обязательно за высотой резко не приземляемся потому как можем не успеть затормозить так где-то здесь должен быть у нас камушек вот он хорошо так ну во первых давайте посмотрим панель инструментов для чего я собственно говоря два раза поставил буры так если мы откроем g вот где у нас группы вот группы я поставил на кнопку 2 для чего для того чтобы включать выключать правильно вот а из вкладки оружие инструменты я тоже поставил буры на кнопку 1 для того чтобы можно было правой и левой кнопкой мыши работать если вот именно из этой вкладке этого не сделать то у нас только будет на включение и выключение и он будет работать точнее они буры будут работать над добычу на добычу вот а для того чтобы просто выбирать уничтожать добываемое нам нужна правая кнопка мыши для того чтобы она работала нужно выбрать именно из категории оружие и инструменты так потихонечку давайте опустимся так подлетаем мне важно чувствовать высоту все таки чтобы не разбить наше произведение искусства так все таки вид от первого лица здесь наверно будет более уместен так уран так вот правая кнопка мыши левая кнопка мыши и на двоечку включить выключить ну данном случае нам уничтожать руду не нужно потому как у нас месторождение открытое я не хочу потерять ни капли урана абсолютно поэтому мы на двоечку просто включим все это дело так немножечко колбасит наш корабль так и посмотрим как у нас работают сортировщики наши так поехали слышите характерный звук ударов да это это заработали сортировщики давайте посмотрим снаружи как все это выглядит вот видно как камушки вылетели и покатились так ну-ка подадимся вперед чуть-чуть вот оно вот оно зрелище все то есть уран у нас идет грузовой трюм в кабину и так далее а камушки камушки у нас отсортировываются и вылетают это радует это радует так аккуратно стараемся без резких движений все это делать ну работает работает сортировочка камни так смотрим инвентарь нет инвентарь я сказал так да не мой же корабля как посмотреть инвентарь корабля все-таки к наверно да вот рудокоп кабина у нас уран так и камня камни у нас наверно если есть то только в бурах уже нету уже нет он все уже все уже выбросил но работает друзья работает все это дело так давайте от первого лица немножечко поработаем следим за линии горизонта чтобы корабль наш не кренился не опрокидывался так сносим все ну прям как солдаты строим шагают да звук такой лихо лихо сортирует спору нет так чуток назад давайте здесь немножко погрызем масса наша видите прибавляется до хорошая вещь вот эти вот сортировщики причем если нам нужно будет вдруг добывать камень их всегда можно перенастроить черные и белые фильтры так что универсальная вещь получилась довольно универсальная вещь так на лишние острые края уберем чтобы не повредить о них наш корабль как сотрясает да смотрите что значит нагрызли немножко с травой камней да ну да ладно ничего страшного это всего лишь текстура так вместе с тем уран у нас уже 9 тонн урана довольно продуктивно чем с перфоратором бегать долбить да ха 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 так подобываем вот я планирую все таки полностью выработать вот эту вот открытую точку чтобы уже потом чтобы уже потом вот здесь уже камня практически нету здесь у нас в основном в центре руда только добывается смотрите масса сразу прибывает да так ну здесь урана не так много но тоже предлагаю все это дело выработать вот не уничтожая потому как сортировщики справиться со своим делом так ну практически на 20 тонн мы больше стали пока что корабль уверенно держится в воздухе да так собачек нет нигде пока вроде бы нету пока вроде бы нету хорошо вот она красавица появилась фиг сотрешь так и убежала сразу так стоит опуститься вернется нет то есть пока мы добываем нас собачки тоже могут атаковать грызть там что нибудь шасси конечно они по моему не грызут но других деталей вполне могут достать за этим тоже желательно следить так сколько у нас урана там уже 23 тонны урана пожалуйста вот унесли бы мы столько в своем рюкзаке да нет конечно 23 тонны у нас работают друзья это не может не радовать вырабатываем полностью точку ну и в комментариях было мнение чтобы в принципе я ничего не пропускал по возможности в принципе постараюсь так так и делать снимать весь процесс просто у меня было впечатление что что-то может быть долго и нудно но я прислушиваюсь к мнению народа народ большинстве своем говорит что снимать нужно все так и сделаем так и сделаем так что мы имеем в центре еще уран есть да еще есть уран в центре хорошо стоять стоять вот аккуратно нужно вперед назад осуществлять передвижение потому как можно не кисло себе навредить так так Так. Ух ты, я думал, бур у нас... Думал, бур дымится. Ну, как работают сортировщики, хорошо. Так. Уран. Так, извлекатель. Ага, как я только начал смотреть, уже сразу все извлекли, да? Ну, ладно. Это ладно. Так, где у нас еще что осталось? Так, а что ты, родной, здесь колпашешь-то? Здесь же вроде нет ничего уже. Или есть? Так, вот здесь еще уран есть. Так, вот и нету открытого месторождения урана, да? Практически. Стой, стой, стой. Блин, не забываем, что масса-то у нас сейчас уже далеко не 28 тонн. Вот она, красавица, пришла. Так. Пришла, красавица. Или ушла уже. Все, уже убежала. Так, нормально. Так, вот здесь еще выбрать немножко. Уранчика. Здесь немножко. Так, сильно вперед не наклоняться, главное. Так, лучше сдать чуть-чуть назад. И на снижение как бы нажать, чтобы вот так вот выровняться. Так, ну и вон те вон остаточки давайте выработаем. Все работаем. Там еще вырисовывается, смотрите Он, значит, немножко вглубь еще уходит Ну, собственно, да Что здесь еще есть, или все, все, все-таки все Так, все вроде бы, да Весь уран мы с вами, друзья, выработали Сколько его у нас? Давайте посмотрим 27 тонн 27 тонн урана Так, а где у нас камушки показывают? Вот они В извлекателях камень у нас выбрасывается Все Все Так, 70 тонн, друзья 70 тонн, 27 тонн урана мы с вами добыли Так, теперь эту точку навигации, я так думаю, можно будет убирать Где он? У нас уран открытый Удалить Все, чтобы она нам больше глаза не позволила, да? Так, ну здесь еще осталось Что уран 18,2 метра Ну, вроде как все, вроде как все выбрали Так, поэтому Мы свою точку удалили Так, где-то у нас еще что-то открытое было Так Что у нас еще где открытое было? Я бы хотел еще что-нибудь подобывать Так Серебро открытое, почему нет? Давайте серебро подобываем Топливо есть еще? Ну-ка, сколько урана у нас? В кабине 27 кубов Смотрите, в среднем грузовом контейнере еще 14,5 тонн Так Так, в бурах нету В кабине Так, а где кабина? А, это у нас в кабине 27 кубов, да? Так, а буры меня интересует Что, буры у нас не отображаются, разве? Так, кабина Большой реактор 3,78 урана Ну Надеюсь, хватит Надеюсь, хватит Так, коннектор А, вот буры В бурах нету, ясно Все понятно Так, летим к серебру Летим к серебру Немножечко подобываем серебра Надо было урана все-таки закинуть еще в реактор Так, как то, что мы добыли, мы не закинем Это у нас еще руда А не уран Но я надеюсь, проблем не будет Надеюсь, мы успеем все-таки Немножечко подобывать И прилететь обратно Так, сильно не разгоняемся Так, включаем буры Субтитры сделал DimaTorzok Красота Красота Здесь я уже выгрызал, да? Здесь я уже на Ранцы прилетал Вон, видно, наравнутри, да? Сколько выгрыз Как лихо у нас идет добыча Когда вот буры проваливаются в текстуры Прямо Там, смотрите, на глазах Все это дело добывается у нас Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну здесь, наверное, много камня у нас еще, да? Так, аргентум Так, 16 тонн уже Серебря, не кисло, не кисло, не кисло, но и камень, да? Так, сейчас Так, сейчас Закончить уже Отбрасывать Ох ты, ох ты Так, не забываем, что Мышка еще и положение корабля управляется А то менюшку закрыл и давай мышкой вертеть Не пойдет Так, вырабатываем серебро Летим на базу Топливо у нас Я смотрю Расходуется хорошо Поэтому Топливо 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 Собачки нас караулили Что-то, наверное, жрали у корабля уже, да? Топливо 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 Продолжение следует... 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 Все. Так, полетели на базу, друзья. Полетели на базу. Так, не свалится наш грызун. Не должен. Все, летим домой, по пути рыгая камнем. Интересно это все выглядит, да? Ну, пускай, пускай сортирует он. Все, облегчили. Корабль наш. Так, летим. Так, ну и проблема сейчас может возникнуть, как это все выгружать, друзья. Вот смотрите у нас, что в корабле творится. 27 тонн урана плюс 14 и 32 тонны серебра. Вот, вручную, мягко говоря, устанем, да? Все это дело мы выгружать. Так, а поэтому предлагаю я сделать коннектор на нашем пепелаце. Так, не разгоняемся. Аккуратненько, чуть-чуть, по чуть-чуть снижаемся. Потому, как сила инерции может разбить наш корабль просто-напросто о поверхности. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Аккуратненько, чуть-чуть. Оп, все. Вырубаем движки. Так, вылазим. Так, отлично. Испытания, в принципе, прошли успешно. Ух ты, какая красота на небе, да? Так, что касается коннектора. Вот сюда вот его нужно как-то подсоединить. Так, а для этого я, наверное, кое-что разберу. Так, вот это вот совет и задание мне, в принципе, без надобности. Будем разбирать вот здесь. Так, разберем вот здесь. Так, и вот сюда выведем трубу с коннектором. Так, давайте. Где наш сварщик? Так, где наша труба? Так, коннектор есть. Коннектор есть. Так, нам нужно тулбар. Вот она труба. Троечка. Троечка. Вот сюда. Да, вот так. Так, варим. А, ну да. Горелка-то у меня в другом тулбаре. Так, труба и коннектор на шестерочку. Так, взлетаем. Коннектор вот сюда я хочу присандалить. Но только развернуть его. Вот таким образом. Вот так вот. Так, теперь на единичку горелочку. Так, выключим. Варим. Так, строительные компоненты, маленькая стальная трубка, моторы. Это все здесь. Строительные компоненты, маленькая стальная трубка, моторы. Могут компьютеры понадобиться. Обычные пластины. Короче говоря, весь этот хлам нам можно опять загружать. Так. Есть. И... Так, строительные компоненты. Закончились у нас, к сожалению, да? Не проблема. Давайте сотню нашлепаем. Да я сотню сказал же. Так, пошло производство. Так, нам сколько там нужно? 31 нам сказали. Не хватает у нас, да? Чего? Чего ты сказала? Метеоритный дождь? Да. Летят. Летятютки. Бабах. Блин, нужно срочно, друзья, рыть какую-нибудь нору и туда прятаться. Вот от этого всего безобразия. Вот от этого всего безобразия. Хотя бы спрятать туда наш пепелац. Наверное, сейчас разгрузимся. И будем искать место для этого всего хозяйства. Так, 40. Отлично. Варим. Все, готово, заработало. Раз загорелись желтенькие лампочки, значит, все это дело работает у нас. Так. Ну, давайте пробовать. Стыковочка первая будет у нас с вами. Так, так, так. Заводим движки. Отцепляемся. Так, взлетаем. Задний ход. Разворот. Так, чуток сюда. Так. Задний ход. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Промазал. Так, вниз. Должно само, само прилепить нас. Устройство, точнее, само прилепить нас должно. Оп. Есть. Такое дело. Так, буквой П английской опять фиксируем, чтобы оно как бы вот чуть-чуть зелененьким засветилось. И теперь можно выключать двигатели. Так. Выключать двигатели у нас на три. Все. На стыковочном модуле висит наш рудокоп. Немножко криво, правда, пристыковался. Ну, да ладно. Ну, да фиг с ним. Так, выпрыгиваем. Ранец. Сразу же ранец. Собачки не дремлют. Так. Ну, давай уже попадай сюда, елки-палки. Так. И сейчас мы можем наблюдать. Так. Здесь вот мы напишем рудокоп. И сразу смотрим, где у нас чего. Так. Рудокоп, кабина, ничего нету. Средний грузовой контейнер, ничего. Все. Он уже автоматом, видите, друзья. Все абсолютно. Сгрузил нам в очистительный завод. Вот у нас уран, вот у нас серебро. Все у нас тут уже обрабатывается и добывается. Ну, в смысле, как добывается? Добывается это немножечко не то. Так, ладно. Возьмем все блоки. Мне нужно немножечко урана закинуть. Вот то, что у нас от корабля, видите, оно подсвечено красным. А то, что именно отпепелаться, оно беленькое. Так. Мне нужен уран. Мне нужен уран. Малый реактор. 49. Ну, куда ж тебе столько, а? Так. Вот давайте. Где у нас малый контейнер? Рудокоп. Большой реактор. Вот сюда. Ну, сколько? С десяток надо бы переложить. Так. А что-то не перекладывается. А, он и не переложится. Оно же у нас с контейнерами не соединено. Все правильно. Я же реактор не увязывал с общей сетью, чтобы он лишний раз уран не воровал. Так, ладно. Тогда к себе переложим сейчас. Так. 49. Ну, с десяток, я говорю. С десяток переложим. Так. Ранец. Подлетаем. И в большой реактор перекладываем это все дело. Все. 12,9. Отлично. Отлично. Так. А у нас тем временем день наступает, да? День наступает. Птички поют. Так, 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 так. Ну, что же. Надо бы поискать место. Поискать место для нашей будущей пещерки. Как бы это ни банально звучало, но, как и большинство летсплейщиков, я буду делать в пещере нашу базу. Не в земле рыть яму, не во льду, а в пещере. Так, не забываем включать двигатели обязательно. Так, теперь отстыковываемся. Буквой П английская опять-таки. И... И вперед. На поиске подходящего места. Льда нам может потребоваться со временем дикое количество, чтобы далеко не льду. Летать нужно где-то там, наверное, присмотреть это все дело. Вот, предлагаю туда смотаться. Там осмотреть местность. Вот оно, конечно, хорошо в горах. Есть ли там какие-нибудь отвесные... Не слишком удачно, конечно, да, расположено озеро. Не слишком удачно. Да, тут отвесных скал тут нету. Так, нам бы какой-нибудь каньончик. Нам бы какой-нибудь каньончик. В принципе, наше то место неплохо, наверное, бы подходило. Давайте назад возвращаться. Не буду я мудрствовать лукаво. Изобретать велосипед. Так. Поищем в каньоне в этом подходящую нам отвесную скалу. Отвесную. Отвесную. Чем отличается доцент от доцента, да? Доцент ходит с портфелем, доцент ходит с портфелем. Доцент в портфеле носит документы. Доцент в портфеле носит документы. Так, вон, смотрите, неплохие, да? Отвесные. Почти отвесные скалы. Так, ну, километр высота, это бы чересчур загнули. Так, снижаемся. Так, вот где-нибудь здесь бы я бы хотел бы пришвартоваться, к примеру. Ну-ка. Рассмотрим с этой стороны. Ну, почти, почти отвесная, да? Эй! Тормози, ёлки-палки. Сейчас ещё разбиться не хватало. Почти. Почти подходит, да? Так, здесь пологие какие-то все. Так. Да, почему нет? Почему, собственно, нет? А? Вон тот вон склончик с тёмненькой текстурочкой. Вот этот вот. Подходит? Я думаю, подходит. О! Так, а дальше? Интересно. Ну да. Мне приглянулся он, друзья. Мне приглянулся он. Так, давайте пробовать подлетать к нему и делать первые намётки. Так, вот здесь уже правой кнопкой мыши я буду нажимать. Так, по линии горизонта буду стараться, чтобы ровненько всё это дело было. Правой кнопкой мыши, чтобы он уничтожал то, что мы с вами выгрызать будем. Ну и в таком режиме он гораздо быстрее расширяет, как говорится, норку, пещерку, кому как нравится. Достаточно быстро углубляется в таком режиме. Так, стараемся держать горизонт опять-таки. Так, аккуратненько сдаём назад. Смотрим, что у нас получилось. О, не кисло. Не кисло. Так. Отступаем где-то вот так вот. И забуриваем вторую отверстию. Сейчас я хочу просто примерно хотя бы обозначить периметр нашего будущего заглубления. А за кадром уже потом со всем этим делом поработать. Опа. Где-то тюкнулись обо что-то. Так, аккуратненько назад, назад, назад. Стараюсь ни обо что не задевать. Так, хорошо. Так, у нас ничего там не повреждено. Никакие мы движки не потеряли. Так, вроде нет. Смотрите, на холостом ходу, когда ровненько двигатели дуют, остаток топлива 119 дней. Ну да. Так, опускаемся. Ну, не знаю, насколько мы опускаемся. Ну вот так вот давайте, наверное, опустимся. Так. Ну, хорош пока, наверное. Так, задний ход. Так. И вот здесь вот еще. Где-то вот так, наверное. Да. Смотрите, собака. Собака бежит по отвесному склону. Обалдеть. Это, я считаю, неправильно сделали. Это, я считаю, сделали неправильно. Как она может бежать по такому склону, тем более наверх? Да. Иной раз удивляют некоторые вещи. Так. Углубляемся, друзья. Ну, в любом случае, на входе в базу я сделаю турели. Для тех, кто не знает, что это такое. Такие пулеметные установки, которые будут этих собачек у нас отстреливать. И немножечко отстреливаться от метеоритов. Так, опять где-то тюкнулись, да? Так. Так. Сдаем назад. Вот так вот. Вот они, четыре наметочки, друзья. Пока что так. Пока что так. За кадром я, наверное, начну выбирать все это дело по периметру и в середине. Вот, хоть и говорили, что ничего не пропускай. Но я так думаю, на это смотреть особо не будет интересно. Вот, это точно то же самое, что я сделал вот в четырех вот этих местах. Просто буду нудно двигаться внутри этого периметра. Вот. Ну, а на сегодня, наверное, все. Хотя, знаете что? Чтобы не потерять это место, я предлагаю сделать здесь точку навигации. Сделать точку навигации. Так, новая из текущей позиции. Обзовем ее база. Прямо вот так вот большими буквами обзовем все это дело база. Все. Вот так вот. Чтобы не потерять то место, где я начинал забуриваться, собственно говоря. Так, полетели назад к пепелатцу. Я, наверное, заправлюсь еще уранчиком. Заправлюсь уранчиком и за кадром начну все это дело бурить, выбуривать. Постараюсь по высоте, чтобы пепелатц наш туда зашел. Дабы хотя бы временно защититься вот от этих вот поганых метеоритов, которые не дают покоя. Ну, блин, я смотрю, и собачки там ерзают не кисло. Это уже дело второе. В общем, друзья, буду я на сегодня прощаться. Всем, кому понравилась эта серия, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорого. Всем всего. Спасибо.